Зачем ты где? Гонок штампует и мысли и чувства хитро Оскалилась ложь А как известно, что ты посеешь То ты потом и пожнёшь Дорогу дали до поля Голос верить, надеяться, искать Будет услышан сердце голос И нас коснётся благодать Дорогу дали до поля Голос верить, надеяться, искать Будет услышан сердце голос И нас коснётся благодать Жёлтой травою колышется лето Камни летят из-под ног Небо подскажет пути и ответы Совести вечный исток Я лишь в начале А сколько печали Сердце сжимает в груди На пыль поднимая, я твердо ступаю Мечтёт горизонт Голос верить, надеяться, искать Будет услышан сердце голос Голос верить, надеяться, искать И нас коснётся благодать Голос верить, надеяться, искать Голос верить, надеяться, искать У нас не появятся поющие клоуны Гарантировать, кажется, можно Здравствуйте Я сейчас просто немножко скажу Что будет сейчас происходить Обычно наша группа посещает детские дома-интернаты Психоневрологические интернаты Потому что, как выяснилось, с такими детьми Музыка – самый лучший способ Работать Потому что «Доктор Клоун» Вообще организация, в которой часть из нас состоит Ходим по больницам обычным И там клоунады немножко другого рода Там мы показываем фокусы Какие-то импровизации Общаемся с детьми А в психоневрологии именно музыка Самый лучший способ работы И, собственно, сейчас мы с вами будем делать то же самое Что с детьми Вот И у нас просьба Можете немножко пониже сделать штатив камеры Чуть-чуть А то Вот этой Вот так Это именно А это всё Мы будем делать Ну всё Я Это ваш главный пауз Это ваш главный пауз 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 Для твоих соседей белые медведи, Ты старей и ты волны. Ты старей и ты старей и ты старей. В общем, мы решили спеть только одну песню, потому что на самом деле смысл весь работы все равно взаимодействие с детьми, а вас очень много, поэтому вот это оптимальное такое выступление для нас. Если еще хотим. Ну тогда я пока девчонке под реквизитами немножко расскажу. У нас, когда мы работаем в интернатах, есть как бы две программы. Одна программа для детей, которые могут приходить в зал, которых можно пригласить, они там ходячие и могут как-то взаимодействовать. Для них у нас есть небольшой спектакль, основанный на каких-то простейших узнаваемых песнях. И вторая программа для группы «Милосердие», для лежачих ребят, где, собственно, то, что вы сейчас наблюдали, это один из номеров, который мы делаем с детьми в группе «Милосердие», и там больше основано все на импровизации. То есть есть тоже набор песен, и мы стараемся каждому ребенку уделить какое-то время, обойти всех и как-то с ними взаимодействовать тактильно, потому что самое лучшее воздействие, помимо звукового, это еще, конечно, тактильное воздействие. И они очень здорово на это откликаются. И мы надеемся, что как-то сможем развиваться и охватывать большее качество детей. И всех музыкантов, кто здесь присутствует, мы очень рады были бы в наших рядах видеть, потому что нам не хватает людей. И не обязательно иметь какие-то артистические способности, не обращать внимания на нос, главное, как-то музыкально уметь воздействовать. Вот. Ну что? Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я, чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я, чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, ведь чаша там бывала. Ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире, как Россия. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире, как Россия. Я вместе с Геной, он самый лучший в мире. Я вместе с Геной, он самый лучший в мире. Юлию Лепи и Людмилу Щербаковой в таких костюмах, я поразилась, насколько это красиво, насколько это неожиданно. Есть такая возможность, в принципе, у каждого, насколько я понимаю, музыканты, актеры, попробовать себя в этой роли неожиданной. Вообще молодерство — это такая возможность попробовать себя в неожиданных ролях. Сейчас я приглашаю на сцену Наталью Паустову. У нее есть замечательный проект «Колыбельные миры для всей семьи», о котором она расскажет. Правда, это не мира. «Колыбельные для всей семьи». Разные проекты. Я хочу сказать, что сначала этот проект был создан скорее как культурологический, как раз с целью развития, воспитания, возрождения традиций, которые так важны вообще в семье. И во вторую очередь, конечно, как медицинской терапии, потому что у меня собственный опыт мамы. Сначала на интуитивном уровне я почувствовала чудодейственную силу колыбельных, и таким образом лечила и корректировала своего ребенка, сама того еще не понимая. А потом, через много лет, изучив эти материалы, поняв, насколько колыбельные действительно творят чудеса во всех отношениях, я создала такой проект для всей семьи. Он неограничен по возрасту, от нуля до ста я его называю. Хочу спеть песню Арины Родионовны, старинная русская песня. Спи, мое дитя, Богородица Утян, Бог тебя дал, да Христос нарождал, Матушка-Владычица пожаловала, И стену от Христос под окошечко принес. Спи, спи, усни, глазки ангельские замкни, Глазки ангельские, дархангельские. А на утро мы вдвоем Солнышко встречать пойдем. Колокольчики звонят, Просыпаться всем вилят. Скоро, милый, подрастешь, Но жениками в храм пойдешь И положишь у икон Богородице поклон. Матерь Божья любит нас И в обиду не отдаст. Здесь венчались мать с отцом, И ты встанешь под венцом. Подойдут твои года, Сыновей любви всегда, Дочерей всегда жалей, И душою не болей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такие подушечки Я практикую не так часто, К сожалению, Мой проект больше и в онлайн, Но и в оффлайн, конечно, Я посещаю не так, Как бы хотелось, Детские дома, А также детские центры развития, Где мы с детьми, в кругу. Обычно мы заканчиваем Какие-нибудь семейные вечера, Вечерней сказкой, Которая несет с собой Еще и культуру. И еще одну песню спою, Если не очень утомила, И еще не все заснули. Очень меня привлекают, Радуют именно Исконные русские песни. Хотя я записала диск, Где очень много современных песен, И тот же Мишка, И Сверчок, и так далее. Это очень хорошо Для разной аудитории, Которая имеет свои вкусы и пристрастия. Есть определенная среда, Где хорошо современные петь, А есть те, которые, наоборот, Жадно требуют Чего-то необычного, Культурного наследия нашего. У меня и есть другие песни, Я имею в виду Братских наших народов, И грузинские, и белорусские, и украинские. Ну вот, сейчас пою одну русскую, Которая удивительным образом Рассказывает ребенку О мире, который его ждет. Вот, с пеленок. И, собственно, колыбельными Раньше воспитывали детей, Не изучая никаких энциклопедий, Медицинских справочников, И педагогических трудов. А бабушки, мамы, сестры, старшие Все это передавали Из поколения в поколение. И вот письмо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова